Эхе, друзья, приветствую вас всех на моем YouTube-канале из Колянщиков Бойцы. Друзья, выхожу к вам с очень серьезной новостью. Увидел буквально ее минут 15 назад и сразу решил записать для вас это видео, повесить вас всех и поделиться своим мнением о данной ситуации. А дело вот в чем, собственно. Федерация бокса России, друзья, заявила, что Департамент кулачного боя и Департамент профессионального бокса своим решением прекратили действие лицензии промоутеров ООО HFC Media, дисциплин кулачный бой и боксинг-интертейнмент, дисциплина профессиональный бокс, который имеет непосредственно отношение к хардкор-файтинг и хардкор-боксинг. Причиной таких санкций стали грубые и систематические нарушения ими правил вида спорта бокс и регламента взаимодействия субъектов кулачного боя, взаимодействия субъектов профессионального боя. Обе организации нарушили обязательные нормы и правила в том числе, не предоставили соглашения между промоутером и бойцами, соглашения о бои, не предоставили перечень профессиональных спортивных соревнований, нарушили порядок компенсации расходов, связанных с оплатой услуг судейских бригад супервайзера. Кроме того, в интернете были опубликованы видеоматериалы с уличными драками и оскорблениями между участниками соревнований. Ранее в июле 2024 года Федерация бокса России приостанавливала действия лицензии Hardcore FC. Тогда организации было вынесено предупреждение о том, что повторные нарушения могут повлечь лишение лицензии промоутера. Вот такие вот, друзья, дела. На что, естественно, поспешил ответ от Анатолия Сулянова. И в своем сторисе он опубликовал следующие слова. Также сейчас я для вас их зачитаю. Вот так же вы можете их увидеть. Друзья, во-первых, всем спасибо за ваше внимание и колоссальную поддержку. Сегодня я ощутил ее как никогда. Спасибо каждому, кто написал, кто поддержал и словом, и делом. Дальнейший спортивный путь Лиги Hardcore Fightings Championship продолжится уже с другой спортивной профессиональной федерацией. С новой философией, концепцией и пересборкой бренда. Все намеченные съемки, мероприятия и стадионы-турниры остаются без изменений. Об остальном подробнее на официальном предстадионной конференции в этот четверг, 17 октября. До встречи, ваш Анатолий Сулянов. И оставил два хэштега. Всем добра и стая хардкор. Вот, друзья, такие вот очень серьезные новости. Ну, а что я скажу сам лично по этому поводу? Я считаю, что закрывать подобную организацию не стоит однозначно, потому что хардкор, мы все знаем, насколько делают хорошие и благие дела, в том числе и благотворительность, и поддержка многим семьям, необеспеченным, так сказать, нуждающимся. Вот, очень сильно помогают. Также поддерживают и на СВО, и отправляют гуманитарную помощь много. Вот, выплачиваются большие денежные гонорары всем бойцам. Представьте, сколько в хардкоре действующих бойцов, которые считают, что вот двигаются на этих деньгах, да, так сказать, зарабатывают на этом деньги у людей семьи, дети, и в целом бойцовский их путь родился. И многие бойцы стали известны и популярны благодаря этой организации. И кто знает, каких чемпионов нам еще организация сможет принести и подарить. Вот, однозначно, закрытие такой организации, это будет большим-большим ударом в спортивной, вообще в медиа сфере полностью, вообще в сфере ММА в Российской Федерации, да и в странах СНГ. Потому что хардкор, я как говорил ранее, является номером один в медиа, именно развитии спортсменов и вообще в спортивном шоуранне, как хардкор, так не делает никто. Вот, однозначно, выражаю большую поддержку Анатолию Сулянову, надеюсь, что все решится в благополучной сторону. И мы увидим обратное, что все порешалось, и будем также лицезреть все бои. Естественно, предстоящий турнир, который 26 октября намечен, он должен состояться, как ранее говорил нам сторис Анатолий Сулянов. Также я вижу много сторисов, которые делают ребята, поддерживают лигу, ну и многие выражают свое переживание. Ну и, конечно, очень много плохих комментариев, которые люди оставляют там или там. То есть я почитал так, пофорсил немножечко, и вижу, что очень-очень много людей на самом деле показывают не очень хорошую реакцию на все это. Ну, а, говорится, на вкус и цвет, товарищи, нет. Вот, друзья, что еще хотел добавить по этому поводу? Наверное, просто, друзья, делайте хорошие дела. Ну, не нужно... Какие-то косяки есть у каждой организации. Давайте не будем забывать. Любую организацию в мире возьмите, будь это ММА, кулачные бои, бокс, кикбоксинг, да что угодно. Везде всегда был трэш-ток, были драки, были какие-то серьезные противостояния, конфликты, ссоры, трэш-токи и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, естественно, то, что происходят массовые драки, или происходят какие-то конфликты на улице, это все, конечно, не есть хорошо. Но, потому что медиахват большой организации, да, и хочешь не хочешь, то есть выливаются такие вот конфликтные истории. А люди хоть с этим конфликтом, хоть в хардкоре, хоть вне хардкора, в любом случае будут устраивать какие-то потасовки, будут разбираться там по своим каким-то уличным правилам, третий-десятый, каждый мужчина будет отстаивать свою честь и свою правоту. Если он считает себя, ну, таковым там, если он прав в своем, да, он будет топить за свое, каждый мужчина. Вот, поэтому, хоть это будет на камеру, хоть это будет без камеры, это будет всегда продолжаться. И я не знаю, что нужно будет вести, чтобы это когда-то прекратилось, потому что это наша сущность, как говорится, да. Конечно, не хочется, чтобы там вы что-то устраивали и дрались, а все решали круто, честно там зайти в ринг и порешать там, а до боя, то есть использовали лишь такой словесный трэш-шток. Но порой, как говорится, эмоции берут вверх. Вот, в общем, что я хочу сказать именно этим самым. Тем, что в каждой организации, в любой организации присутствуют драки, массовые драки, конфликты, и что-то их не закрывают. Вот, я не знаю, видимо, что там произошло, что вдруг так Федерация Буз России решила отозвать лицензию. Нужно тогда пересмотреть все организации, вот, и принять какой-то единый регламент для всех, для всех, для всех, чтобы не было никаких отличий, а все, вот, ну, как говорится, все демократично работали в сфере смешанных единоборств. Друзья, спасибо, что посмотрели эту новость. Огромная просьба подписаться на канал, поставить такой жирнющий лайк и написать в комментариях, друзья, как вам такая новость и считаете ли вы правильным, что хотят закрыть Hardcore Fighting Championship, или все-таки вы за то, чтобы все осталось так, как оно есть, но поработали над какими-то там ошибками и продолжали дальше работать и радовать нас классными суперскими боями. Друзья, всем пока-пока. Продолжение следует...